Привет, я Саня Кулинич! У меня есть маленькая традиция выпускать видео 8 марта, поздравлять немногочисленную женскую аудиторию моего канала с праздником и делать их любимый алкогольный напиток или как в данном случае делать самогон из восьмомартовского любимого женского лакомства. А это Рафаэлла, да немного, всего две коробки в которых по 6 пачек по 150 граммов. Мои супер самогоны не всегда получаются с большим выходом, поэтому я купил столько, насколько психологически был готов и главное я ищу новые вкусы и ароматы для крепкого алкоголя, такого никогда не купишь в магазине. Итак у меня 1800 граммов Рафаэлла, это значит что я сделаю немного самогона, попробую что получится и в конце видео естественно накидаюсь. В одной коробочке 15 конфет, распаковать нужно аж 180 штук, но ведь это же для меня не проблема, я уже распаковывал и 400 и 1000 конфет. Если хотите узнать сколько времени заняла распаковка, то видос уже выложен на моем канале на бусте, ссылка в описании. И вот последняя Рафаэлка открыта. Если кому интересно, съел я всего лишь одну штучку и понял, что мне Рафаэлла не очень то и нравится. Теперь наливаю в кастрюльку 5 литров воды, довожу воду почти до кипения, закидываю немного Рафаэлла и перемешиваю. Очень быстро шары оголились. Смылся кокосовый кляр, добавляю еще и снова перемешиваю. Вафельные шарики раскисли, но еще не растворяются. Высыпаю оставшиеся конфеты, перемешиваю и накрываю, чтобы немного все распарилось. Через минут 20 видим, что шарики теперь похожи на разварившиеся пельмени, да и на вкус такие же. В общем, я подумал, чтобы не терять времени, вылавливаю всю эту вафельную кашу, перекладываю все в блендер и за несколько секунд все превращается в труху или вафельный смузи, если хотите. Через дуршлаг процеживаю жидкость с миндалем и кокосовой стружкой. Вот сколько сухих нерастворимых ингредиентов, всего 422 грамма получилось. Это все тоже перемолю, насколько это возможно в блендере. Ну, собственно, превратить орехи и стружку в кашу удалось. Теперь нужно все объединить. В молочную воду от начинки добавляю ореховую кашу, далее вафельное пюре, добавляю 500 граммов декстрозы, промыл блендер и эту воду туда же добавляю. Температура сусла получилась 46 градусов. Если бы я хотел использовать кодзи, то уже бы внес закваску, но у меня есть альтернативные дрожжи с ферментами под названием зерновые от 5075.ru. По ссылке в описании вы найдете эти чудо-дрожжи. Дождался, когда сусло остыло до 35 градусов, рассыпал дрожжи по поверхности жидкости и перемешал. Сразу закрыл плотно под гидрозатвор. Хоть мне и не страшно пенообразование, так как в браге много жира, но все равно подстраховался. А гидрозатвор уже работает и быстрее за все время брожения булькать он не стал. Через сутки и вовсе замолк. Правильно, пачка зерновых дрожжей рассчитана на 6 килограммов сырья. На следующий день уровень в гидрозатворе выровнялся. После брожения на поверхности маслянистая каша. Все вместе переливаю в куб. Вот что осталось в ферментере. Перегоняю сегодня брагу без луковицы медного шлема. На полной мощности индукционной плиты. В холодильнике трубки тоже медные. В кубе почти 82 градуса. Подаю охлаждение. Вскоре температура в отводе начала резко расти. Пошел самогон струей. В кубе температура растет. В отводе уже 90. Быстрый рост приостановился только после 93 градусов. На 98,5 градусах набралось 1550 миллилитров мутного и крайне ароматного спирта сырца. И я закончил отбор. Крепость вышла 27 градусов. Но это при температуре 12,7. После коррекции это почти 30 градусов. Декстроза помогла увеличить выход. Чуть-чуть совсем. Но помогла. И получился спирт сырец ароматнейший. Пахнет и вафлями, и миндалем, и даже возможно кокосом все-таки пахнет. Но это наверное субъективное мое желание. Лайкос ставьте! Чего вы ждете-то? Спирт сырец отправляется в куб. На экране вы видите расчет дробного перегода. Разгоняя на мощности 3500 ватт самогонный аппарат алкаш-платином 3 дополнен медной крышкой, но урезан на два этажа хрустальной колпачковой колонны. Мощный сегментированный дефлегматор-холодильник с 8 трубками. До дефлегматора установлен узел отбора голов. На 60 градусов в кубе подаю воду. Кран на дефлегматоре открыт полностью. Кран на узле отбора закрыт. Вскоре началась капель на тарелках. В кубе почти 80. В узле отбора начала температура увеличиваться. Температура как под дефлегматором, так и над продолжает расти. 74 градуса в узле отбора. Началось активное флегмообразование. Вскоре тарелки заполнились и начали барботировать. Через несколько минут все этажи заработали. И теперь снизил мощность до 2000 ватт. Даю колонне поработать на себя полчаса. Через 30 минут приоткрываю кран на узле отбора. И начинается покапельный отбор голов. А пока отбираются головы, я вам расскажу, где можно приобрести самогонный аппарат такой же, как у меня. По ссылке в описании вы найдете сайт магазина «Домашние самогоны». Там вы найдете аппарат на любой вкус и карман. А также большой ассортимент всевозможных аксессуаров для самогонщиков. И ингредиенты для приготовления браги и ароматизации самогона. Ну а если вы хотите открыть свой магазин с товарами для самогонщика, но не знаете с чего начать вот этот вот свой бизнес, то у компании «Домашние самогоны» есть для вас предложение. Вы можете купить у них франшизу. С выгодными и приятными условиями. По ссылке в описании вы ознакомитесь с большой презентацией всего-всего, связанного о франшизе. И в конце вы можете, нет, не накидаться, а подать заявочку. По ссылочкам в описании все. За минут 15 отобрались 50 мл голов. Закрываю кран. Увеличиваю мощность до 3500 Вт. Пока температура будет подниматься, колонна стабилизируется на новой мощности. Когда появились первые капли, температура в отводе достигла 74. Я начал снижать подачу воды в дефлегматор. Оставил кран открытым на один полный оборот. Самогон пошел струей. Температура в отводе устаканилась на 77,3 градуса. В общем, выжимал аппарат как мог все, что можно. При этом, мне в этот раз не потребовалось регулировать подачу воды, потому что изначально удалось не переохладить дефлегматор. И как температура наверху сорвалась, закончил перегод. Получилось 310 мл спирта из Рафаэла, крепостью 92,6 градуса. Разбавил, естественно, до 40% и воспользовался магнитной мешалкой. Просто потому, что она только что приехала из Китая, и я решил ее протестировать сразу же. Ну, с приступим к дегустации. Прежде всего, я хочу поздравить с 8 марта мою маму. Здоровья тебе и долгих лет жизни. И побольше терпения. В общем, так, да? Ну и, естественно, я хочу поздравить и ваших женщин тоже. Мам, жен, дочерей, любовниц, там, не знаю, девушек просто, там, подруг жизни. Вот, с этим весенним женским праздником. Ну и что у нас получилось-то из Рафаэла? Здесь такой вафельный зерновой аромат, главным образом. Ну и есть такая ореховая, ореховая составляющая, такая жирность ореховая, именно ореховая. Кокос, который мне казался еще в спирте с РЦ, здесь отсутствует напрочь. Потому что кокос, как был у меня видосик, там, кокосовые разборки, или я не помню уже, как называл, после самогона из Баунти, я все не понимал, почему же, блин, не получается из кокоса-то в самогон как-то вот перегнать вот этот, именно с перегоном. С перегоном кокосовые ароматы не уходят, то есть только химия какая-нибудь жуткая будет переходить, да. А вот в Баунти, например, там, видимо, кокос без всякой лишней химии. Вот, здесь же у нас, ну опять же, молочность, я думаю, на вкус она будет ощущаться. Здесь есть вот конкретно вафелька и орешек. Как пахнет сама конфета Рафаэла? Я говорю, особо не поймешь так, чтобы конкретно чем там она дальше пахнет. Основным это кокос, то, что сверху. А тут, тут кокоса, естественно, нету, но это вот такой вот самогон. Да, декстрозы добавил, потому что, ну слишком мало там просто ингредиента, потому что мало ли что они там еще с сахарами этими делают, которые присутствуют в начинке. Может, там тоже заменитель. И поэтому добавил. Ну и судя по тому, что как-то не так уж тоже и много вышло, предполагал я где-то хотя бы 900 мл получить, а получилось это около 700 там с копейками вот после разбавления, да. А надо было 900 получить, но, видимо, все-таки, да, что-то там... Да и в таких условиях, друзья, может быть, не очень-то приятно работать. То есть там жирности 30 с лишним процентов. Жирная, жирная брага была. Ну, давайте, с праздником, наши любимые женщины. Вкус у нас мягенький, молочненький. Есть привкус, так скажем, не сладкий, а такой в сторону, не знаю, терпкости какой-то. То есть я так думаю, что это дал нам орех. Орех растертый, растолоченный, дает какие-то некоторые нотки. Нотки дает, оставляет в браге. Это вот класс. Это я впервые заметил, когда... Сникерс я через экстрактор гонял, А вот именно щербет, щербет и арахис, который был, Я его растолок просто, вот, чем мог. Распаренный растолок чуть-чуть. И он там такую арахисовость дал. Мощную. Главное, интересно, шоколада здесь нет, Но здесь вот ощущает некая шоколадность, Как вот, опять же, самогон из Нескика был, Но там шоколад с молоком. То есть молочный шоколад какой-то. Здесь же вроде как бы нет какао. Здесь у нас молочная начинка. Ну вот молочка, наверное, молочка с орешком. Все-таки орешек, наверное, терпкость дает. Похожую на шоколадность. Вафелька, вафелька в аромате очень хорошо чувствуется. Именно зерновым. Именно классическим зерновым каким-то самогоном. Очень-очень интересный, очень вкусный. И новый-новый-новый вкус абсолютно. При том, что, да, декстроза здесь нам никак не помешала. И нужно выпить еще. Обязательно еще. Потому что первый вкус, это рецепторы только оживают. Теперь я уже знаю, что я попробовал. Теперь еще раз понюхать. Может быть я все-таки унюхаю еще что-нибудь новое. Сегодня в рюмочке. Потому что когда напиток пахнет, он пахнет и из рюмочки. Не нужны никакие спецбокалы. Собственно, о чем-то и речи была, что я очень долго не покупал эти регустационные рюмки-бокалы. Потому что они, в принципе, особо и не требовались. Есть некий от жирности ароматец, который немножечко раздражает. Он напоминается мне в самогоне из кукурузных палочек. То есть там, видимо, настолько много этого масла, что вот эта маслянистость и привкус этого какого-то, ну, не знаю, жареного масла, поджаренного, прелого, не прелого. Как-то вот такой какой-то аромат неприятный от подсолнечного масла, например, был. Именно там. И он от него невозможно избавиться. Там не бочка у меня была, у меня была бочка, точнее. И щипа. И даже выдержкой там несколько месяцев бочки особо ничего не изменило. То есть не ушел этот привкус. Здесь же он в аромате есть. Чуть-чуть в аромате есть это дело. Опять же, да, и вот все. И как только ты начинаешь на нем зацикливаться, все, до свидания. Дальше нюхать не надо, нужно пить. Ну, давайте выпьем за необычные супер-самогоны с моего канала. Да, на вкусе, на вкусе, почему-то больше напоминает мне шоколадные конфеты. То есть вот эта терпкость, горечь, какао здесь присутствует. Это очень интересно, очень странно. То есть, вероятнее всего, это вафелька, орешек нам сделал вот такую вот терпкость, такую приятную горечь, горечь приятную в самогоне. Вот. И супер-сладкого послевкусия здесь не имеется. Но при этом напиток очень мягкий. Надо закусить это дело сегодня копченой курочкой. Мне кажется, такое белое мясо, слегка подкопченое такое. Хотя, почему слегка? Нормально. Само то, чтобы сильно не убить приятный привкус, вот эти вот тонкие, горькие нотки, которые напоминают почему-то все-таки шоколадный самогон, не затмить, так скажем. Хочу сказать большое спасибо людям, которые после моих вот этих видосов, когда я немного позволял поныть, да, ну так скажем, поныть. Больше, да, я, наверное, это специально делал, чтобы услышать от вас теплые слова добрые, какие-то моменты. Да, банально это, когда люди всегда пишут, что, а, не обращай внимания. Видите, если обращаю внимание, то, значит, все. Обратил, и я мучаюсь над этим, да, так скажем. Мучаюсь или просто зацикливаюсь. Это не значит, что это супер меня там расстроило. Но дало задуматься. Немножко задуматься о каких-то моментах. Может быть, что-то улучшить, поменять. Где можно поменять, я поменяю. Где невозможно, не поменяю. Вот бороду, рано или поздно же я ее состригу. Ну как состригу, подровняю. Разные же ситуации бывают. Вот так вот отрастилось. Знаете, пандемия была, там вообще 4 месяца. В парикмахерскую не ходил. Ни в барбершоп, ни в парикмахерскую, никуда. И ничего, и все молчали, потому что все прекрасно понимали. Откуда вы знаете, я вот, видите, с носом я болею. И сколько я болею, вот, поэтому я не могу, блин, просто так врать и передвигаться, там где-то ходить. Поэтому так получилось. Вроде бы собираешься, такой, о, опять, блин, попал. Ну, бывает такое. И вот спасибо большое людям, которые писали хорошие комментарии. И многие попали в точку. Они написали такие слова, что действительно, где вот не останавливаться. Я думал, делать ли самогон из Рафаэла. Я и думал, будет ли спонсор какой-то конкретный. Конкретно, вот, бывает такое, что конкретное видео полностью отдается одному спонсору с определенной, там, суммой денег. И ты такой думаешь, оп, то возьму, потрачу всю сумму без дохода, можно сказать, для себя. Я потрачу всю сумму на тот или иной ингредиент, например, самогон из чипсов был. Я потратил там реально полностью весь гонорар, полностью весь гонорар на чипсы. Полностью, абсолютно. Даже не выделил отдельную сумму, там, не знаю, на закусон, там, ну, не было. Полностью. То есть это все было для творчества, именно для дела, чтобы был именно самогон из чипсов. Вейс, да. Пинглс бы хотелось сделать, но это еще хуже, это еще дороже, да. А вот, Рафаэл, это тоже крайне дорого. Я уже просто действительно переломил себя. И все-таки после этих теплых слов многих подписчиков, не один, кто-то в личку писал, кто-то писал в комментариях. Большое спасибо вам. Большое спасибо, что вы реагируете на вот эти мои, так скажем. Ну, я просто делюсь с вами. Я хочу иногда поделиться с вами своими какими-то переживаниями. Хочу услышать в ответ действительно вот это, то, что вы мне даете. Я вот так и сказал. Говорю, все, вот человек написал мне вот такие-то дела. Второй человек написал. Думаю, все, нет, из Рафаэла надо делать. И я сделал. Вот, хоть и вот так, хоть и вот с каким-то вот, но, мало, но я сделал. Сделал и получил результат. И вот главное, чтобы все достигали своих результатов. Цели и результаты получали. Чтобы не останавливались. Нет ничего невыполнимого. Нету просто, бывает у кого-то нету желания. Стребитесь к тому, к мечте своей. Живем один раз. Живем один раз. Не важно сколько что-либо стоит. Это просто да. Если вы смотрите на цену чего-либо и говорите, я не могу себе это позволить. Так вот зачем жить-то тогда? Нужно это себе позволить. Это нужно на это заработать. И позволить, да. Иногда есть деньги, но позволить не можешь себе. Нужно позволять все. В любом случае. Не важно какой у вас статус. Какая социальная у вас защищенность, незащищенность, обеспеченность материальная. Любой. С любым достатком. С любой социальной. Блин, люди инвалиды, без ног, умудряются заниматься спортом, занимают места, зарабатывают деньги и живут с нормальной полноценной жизнью. А когда у тебя есть все, у тебя есть нормальное здоровье, у тебя есть руки, ноги, и ты ноешь, что у тебя что-то там не так, ты там не можешь себе позволить, не знаю, даже просто купить дорогую колбаску. Да что ты, блин, гонишь, а, Вася? Чтобы все цели были достигнуты и были результаты. Давайте выпьем за это. На. Отсутствие сладости, некая такая вот эта терпкость, требует небольшой закусочки. Красота. Все, становится гармоничным. Еще раз поздравляю всех ваших женщин, бабушек, мам, жен, дочерей, подруг, любовниц, коллег по работе, всех-всех-всех-всех-всех-всех-ваших любимых дам с праздником. Надеюсь, видосик вам понравился. Да, можно сделать самогон из Рафаэлы с читерством небольшим. Можно было в два раза больше взять и ничего не добавлять. И я думаю, что то же самое бы получилось. Напиток получился вполне хорошим. Но, конечно, да, может быть, хотелось бы, чтобы, как обычно, некоторые напитки бывают более сладкими, и этот был более сладким. Но нет. И к тому же, видите, на колонии никаких абгиров, ароматов нету. То есть, все есть. Да, есть негативный момент, что от жиров, от чрезмерных. Причем здесь растительные жиры. Я подозревал, что такое может быть. И я вам в этом сказал, что здесь присутствует подобие, что было в самогоне из кукурузных палочек, где было очень много масла. В общем, удачи всем. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok